Для данной организации нужен сильный лидер, и она действительно должна зарабатывать. А сегодняшняя ситуация, мне кажется, в премьер-лиге, она больше тратит, чем зарабатывает. Да, шаги определенные сделаны, но очень сложно. Телевизионный пул, те недовольны одними клубами, другие недовольны. То у нас собирается часть клубов, которые как бы про донецких, то у нас часть про днепропетровских. Приват-группа финансировала Кривбас, Арсенал частично, Динамо Киев и так далее, и так далее. Но так как доказать это нельзя, значит, это нормально. А в принципе, это ненормально. Да, они между собой играют, но все равно хозяин по большому счету один. Также можно и о других клубах сказать, те же Карпаты. Поэтому надо вообще пересмотреть систему, сесть и... Когда-то Сурки все время любил говорить, каждые 3-4 года, начнем с чистого листа. Но только мы все время, это чистый лист, всегда был чуть-чуть жирноватый. А надо все-таки переходить действительно с чистого листа и определяться с тем, что нам главнее. Не должно сегодня президент Сурки, значит, Динамо Киев чемпион. Завтра Ахметов, Шахтер чемпион. А у нас как-то оно вот, ну, что-то рядом получается. Поэтому должны для всех быть нормальные условия. Нужно действительно определить, для чего эти организации нужны. Для того, чтобы кто-то получал заработную плату или действительно развивать. Если развивать, то пока он, развитие только в разговорах. Да, сами клубы непосредственно развиваются. Стадионы кто-то делает, кто-то детские школы. Но в целом мы сравниваем, что у нас играет Динамо Киев на Олимпийском, Шахтер у себя. И берем мы Волынь-Луцк. Что асфальта даже нет. У них даже площади для тренера были хозяев по центру поля. Чтобы квартальный центр поля ему было удобно. А гостей перенесено в сторону. Поэтому для всех должны быть равные условия. Не надо искусственно содержать команды. Могут 8, пусть играют 8. Могут 6, пусть играют 6.